Проход по самой опасной улице. Здравствуйте, мои дорогие зрители, мы идем по Кенсингтон-авеню, самый опасный район города из огнестрела и незаконного оборота наркотических средств. Нормально! По знаке написано, не вываливать штраф 5000 долларов. Молодой человек думает, дорого, но и бросать на полпути нельзя. Не, я вообще, по-моему, сложности. Станция метро Олегейни. Здесь власти предлагали построить специальные места для безопасных инъекций. Чтобы люди, которые нуждаются в инъекциях, могли... Да, им не нужно, он, кайфодиков. Хотели так снизить смертность от передозов, но местные жители и некоторые чиновники протестовали против того, что он привлечет наркоманов. Да, 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 да. Город Филадефия, 6-й по размеру США. Население более полутора миллионов человек. Уфигаси. До Нью-Йорка полтора часа ехать на машине. Весьма даже близко. Сейчас здесь лето 22-го года. И, судя по всему, камера спрятана в сумке, чтобы излишне не вызывать интересы местных жителей. На то еще поюбалу прилетит. Справа раньше была кафешка, можно было заказать кофе в этом месте, где сейчас зашпаклевано ровно. Дяденька с нормальным пакетом на голове. Довольно оригинально косплеит известного Кейсингтонского душителя, который душил женщин именно вот на этой улице. И сейчас отбывает пожизненный срок. А вдруг подумают, что он сбежал или тоже был рискнул. Заходите, если что-то, есть размеры плацайз. Ну, конечно, заглянула, да. Несколько побольше. Самое опасное местечко, да. Называется часы и прочее. У них есть свой канал по ebay, где они продают все, что им туда сдали. То есть, ноутбуки, кольца, сумки, антиквариат, наручные часы, серьги, строительный инструмент, смартфоны, конечно же, б.у. Высокий рейтинг на ибл. И сверху у них большая красная надпись, что, дескать, мы санитарно обрабатываем каждый предмет перед отправкой. Ну, это правильно. Медина, там еда. За один доллар можно взять овсянку с маслом. Но, правда, кто-то отмечает, что попадаются тараканы на полках. Это нормально, свежий протеин. Справа в дверях стоит охранник. Повезет протеинский садик. Впереди желтый отдыхает с подругой. Вообще, Филаделья, это очень продвинутый город. И меня здесь появились первые в США. Библиотека, больница, медицинская школа, биржа. Наркомат. Даже университет. Ну, то есть, город федерального значения непростой. Стрижки 10 долларов. По текущему курсу у нас 600. Это справа был салон красоты, где заправляет мистер Вин. Сиреневый микроавтобус Xfinity. Это местный интернет-провайдер. Ну, как местный? По всей Америке. В этом районе, в Кенгсингтоне, 60% населения латино. В основном пуэрториканцы. Они сюда начали мигрировать где-то в 70-х. 19% белых и 15% чернокожих. Чуть-чуть азиатов. Афроамериканцы. Наркотусовка на этой улице. Как пишут, самая крупная и процветающая на восточном побережье. Так и пишут, что процветающий. Очень процветает. Можно только порадоваться, а не в топах. Слева вложаемый магазинчик. Хот-доги, 75 рублей. Я что-то отрежу. 120 рублей. Внутри можно оплатить ЖКХ. Есть банкомат. Но, как мы видим, более популярное место через дорогу. На вывеске написано, что всего за 1% они обналичат любой чек. Без предъявления документов. Ну, мало ли вы где-то чек нашли. Также здесь у вас купят золото. Можно купить пейджеры, что, кстати, очень удобно для пушеров. Кайфую. Вот впереди мужчина роется в сумке женщины. Доставят оттуда женские туфли. Но, как мы видим, она перешла на шлепки. Туфли ей уже не нужны. Вот они, неплохие. Мощный дяденька в Киргер. Продает, наверное, уже сразу. У него магазин искусства моды, арт-офэшн. Дорогие зрители, вышла новая игра Call to the Lamb. Да, она вышла уже давно, кстати. А вот зеленая секция это Мао-Джит Тауба. Кому? И у них в твиттере, конкретно у этой мечети, написано Феминизму нет. Но из женоненавистничества тоже нет. Но есть решение, что права мужчин и женщин прямо описаны в Коране. Не ошибитесь, говорят. Тут многие люди отдыхают, как мы видим. Наверное, вечером и ночью был какой-то праздник. Да, вообще им по кайфу. Он уж не был. Каждую ночь праздник. Да. Специфический. Особой. Ричард пишет, что кота напугала так, что кот не спускался с крыши два дня. Так-то вот эти террористы покупают взрывчатку. Убершоп называется ля потенция, то есть сила-мощь. Говорят, там хороший барбер начо. Десять лет уже стрижет там. Его все любят. Пишут начо крутой. А есть еще Рафа. Он неплохой, но очень медленно работает. Падла. Спереди слева поникшая голубая вывеска daycare. Это еще один детский садик от Сары. Садик грузится. Настолько медленно, будто местные украли провода или уничтожить того. Это скорее все так и есть. Возраст ребенка, но примерно за 4 часа 2100 рублей. Но если добавить еще 200 рублей, то ребенка можно оставить и на весь день. Это считается здесь как 10 часов. Мужчина немного растерян. Моему повезло. Он как раз рядом в России каждый день пишет. Также там было написано, что продаются кальяны. Поясницу правильно держат. Молодец. На планку тренируется. Конечно, печаленько. И не на окраине, а прямо внутри города, в Филадельфии. Две станции метро здесь. В 50-х и 60-х были заброшены многие предприятия в районе. Многие переехали в пригороды, в дома одноэтажной Америки. Но многие и остались уже без индустрии, без промышленности. Зато можно почилить, подвисать лет. Бездомных здесь по подсчетам около 700 в районе Кенсингтон. Когда организуются большие скопления, более-менее организованные стихийно, то полицейские разгоняют их примерно равномерно по местности. Частные предприятия разгоняют их самостоятельно. Но вот не у этого ресторана на углу. Он уже годами закрыт, а вывеска осталась. Ух ты. Тут, конечно, да, наша экскурсия достигает кульминационной точки. Во всей Филадельфии в 18-м году было 1100 передозов. Ну, смертей. Чуть как-то маловато. Маловато. 150 лет назад здесь, в Кенсингтоне, были сотни, реально сотни текстильных фабрик, ковровых, кожевенных заводов. Разных. Ну, вот примерно к 50-м, 60-м... Вот где было, мы сделали ковры. В это же время начали пребывать пуэрториканцы. В больших количествах. Здесь, именно в Филадельфии, самое большое сообщество пуэрториканцев, не считая самого Пуэрторика. Продолжительность жизни здесь, в Кенсингтоне, на 17 лет, короче, чем в остальных частях Филадельфии. Интересно, почему же? Не, но эта экскурсия жестковатая, дорогие зрители. Есть такое. Я слышал, что в Филадельфии всегда солнечно. А тут это не очень. Филадельфии, как мы видим, довольно пасмурно и мрачно. Вот впереди библиотека Макферсона. Верхние же отзывы на гугле, что, дескать, неплохое место в этом парке, если вы хотите шернуться. А также, большими буквами, указано, что в этом парке полиция вам не поможет. Если что, имейте в виду, что полиция сюда не заходит, написал Рой. Также этот парк вокруг библиотеки известен как Нидл Парк, то есть парк Иглы. Ну что ж, дорогие зрители, дальше, пожалуйста, по Кенсингтону я не пойду. Жестковато. Посылки в описании есть, там еще дальше он проходит. Там примерно то же самое. Лау-ла, здоровья, добра, любви и процветания. Тебе тоже. Спасибо, что смотрели. До свидания. Пока.